В эфире информационная программа события. Здравствуйте в студии Айгузи Ганшина. Управляющие компании в Самаре наконец активизировали работу по уборке снега и сосулек с крыш домов. Уже привели в порядок почти три тысячи скатных кровель. Те участки, где работа еще впереди, оградили сигнальными лентами. Но, правда, это нужно было сделать гораздо раньше. Возможно, тогда удалось бы избежать сразу нескольких несчастных случаев, когда от схода снега с крыши пострадали люди. С другой стороны, если бы не это, похоже, частные коммунальщики еще не скоро подняли бы голову вверх. Паутина из сигнальных лент не указ. Люди подныривают под ограждение и шествуют по огороженному участку под балконами. А ведь именно здесь 3 января произошла трагедия. На коляску с четырехмесячным ребенком упала ледяная глыба. И хотя ответственности за ситуацию службы с себя не снимают, все же напоминают, что предупреждающие ленты вешают в целях безопасности. В тот день ограждение было точно так же, как и сейчас находится на доме. Эти ленточки были, это было засвидетельствовано сотрудниками Следственного комитета и прокуратуры, которые прибыли на место через 20 минут. На протяжении всей первой рабочей недели года темы уборки придомовых территорий и очистки скатных кровель не теряют актуальности. Специалисты департамента ЖКХ и районных администрации ежедневно объезжают дворовые территории, работу контролирует специальный штаб. Глава администрации поставил задачу навести в городе порядок до конца рабочей недели. При неисполнении мэрия намерена обращаться в прокуратуру. В управляющих компаниях отмечают, что в момент справиться с последствиями сильных снегопадов невозможно. И пока идет системная очистка одних кровель, тропинки под другими временно огораживают. А жителей убедительно просят относиться к ситуации с пониманием ради собственного блага. Не ходите под кровлей, не ходите рядом со стенами, обходите эти участки, обращайте внимание на звуковые команды тех ответственных лиц, которые стоят внизу и организуют производство этих работ. И обойти можно, всегда можно найти. Ценность жизни наша превыше всего. Хотя многие самарцы не любят ходить вокруг да около. Рвут сигнальные ленты и бегут под ними. Бывает такое, что нет, где пройти. И проскакиваешь. И не я одна, многие так делают. Под ленточками нет, нет, конечно, не ходим. Бережем себя. Люди как хотят, так и обходят по дорогам, по нечищенным тротуарам. Но я смотрю, я вообще-то жить хочу. Работы по очистке крыш от снега и сосулек продолжаются в усиленном режиме. Привести в порядок все скатные кровли, а их в Самаре более 7 тысяч, управляющие компании должны до 17 января. Сейчас на расчистке крыш задействованы порядка 750 сотрудников, которые тоже должны соблюдать технику безопасности, работать в касках в дневное время и непременно бригадами по несколько человек. Помимо высотников, внизу обязательно должен быть человек, контролирующий безопасность работ. Если жители заметят, что управляющие компании пренебрегают установленными правилами, просьба обращаться по телефонам горячей линии городской администрации. 332-86-01, 332-81-73. Павел Бымаков, Марина Кравцова, Павел Пресняков. События. За тем, как город приводят в порядок, можно следить в сети интернет. Зам.руководителя Департамента благоустройства и экологии Игоря Рудаку в своем твиттере выложил фотографии, на которых сотрудники коммунальных служб чистят посадочные площадки и тротуары на улице Главная. И еще один уже видеофакт собрал во всемирной паутине более тысячи просмотров. На кадрах, которые снял прохожий, видно, как самарские полицейские пытаются вытащить из автомобиля виновника дорожной аварии. Водитель внедорожника допустил столкновение с автомобилями «Лексус» и «Фордом». На место прибыли сотрудники полиции, но мужчина отказался выходить из своего авто. Тогда инспекторы попытались выбить стекло прикладом автомата, но внедорожник оказался бронированным. После этого водитель все же разблокировал двери и был задержан. Но иногда в роли стражей порядка выступают обычные горожане. Главное, вовремя не растеряться, как это сделали двое жителей Самары. В декабре прошлого года за несколько минут они раскрыли преступление и задержали злоумышленника, который напал на беззащитную девушку. Теперь преступнику светит тюремный срок, а неравнодушным молодым людям вручили награды. Декабрь минувшего года. Один из домов на улице Александра Матросова в Самаре. Около полудня жительница дома Екатерины Пышкина возвращалась домой со своим двухлетним сыном. У подъезда стоял неизвестный мужчина, на которого девушка не обратила особого внимания. Неизвестный зашел за Екатериной в подъезд. Дальше события развивались стремительно и молниеносно. Он сказал, отдай сумку, и все. Потом он просто придушил, и больше ничего говорить не надо было. Испугалась, потому что упала, потому что ребенок упал, очень сильно ударился. Когда женщина идет с маленьким ребенком, двухгодовалым, здесь боишься больше не за себя, а за него даже. Выхватив сумку, злоумышленник бросился на утек. На крики Екатерины из соседней квартиры выскочил сосед, 19-летний Сергей Шорскин. Молодой человек бросился за обидчиком. По дороге к нему присоединился знакомый. Молодые люди пробежали несколько дворов и потеряли след преступника. И потом решили по подъездам пройтись. В один, во второй зашли. Ну вот потом в одном из подъездов мы его обнаружили. Руки начали ему связывать, заламывать. Ну и он начал вырываться, маленько кулаками помахал. Ну мы его успокоили. Он вел себя. Ну сначала агрессивно пытался вырваться. Говорит, не сдавайте в полицию меня. Мы говорим, ну как же так тебя не сдать. Я говорю, вечером опять пойдешь кого-нибудь грабанешь. По данным правоохранителей, грабителем оказался 38-летний неоднократно судимый житель Самары. Освободился в последний раз из мест лишения свободы 3 декабря 2014 года. Соответственно, на момент совершения он нигде не работал, на путь исправления не стал. Также он состоял в наркологической диспансере, как лицо употребляющее наркотические средства. Соответственно, ему необходимы были денежные средства для личного нужд. Уголовное дело о грабеже сейчас передано в суд. Теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Похищенные вещи вернули законные владелицы. А двум простым парням из Самары Сергею Шорскину и Василию Игнатьеву вручили ценные подарки и благодарности от начальника областной полиции. Преступник задержан, а Екатерина теперь уверена, в трудной ситуации обязательно найдется человек, способный помочь. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. И в продолжение темы по раскрытию преступления Самара занимает первое место из городов-миллионников Приволжского федерального округа. Об этом сообщили городскому управлению МВД, подводя итоги прошлого года. В 2014-м в Самаре было зарегистрировано более 20 тысяч преступлений, от хулиганств до заказных убийств. По данным полиции, по сравнению с предыдущим, 2013-м годом, их число снизилось, а раскрываемость увеличилась в среднем на 10%. По основным видам преступлений, практически по всем, идет снижение зарегистрированной преступности. И практически по всем видам, начиная от убийства, заканчивая кражами, идет повышение числа раскрытых преступлений, повышение раскрываемости преступлений. Меньше стало происходить уличных преступлений. В среднем на 16% усилился полицейский контроль в общественных местах. Что касается автокраш, их число уменьшилось на 40%. Было задержано несколько преступных групп автоворов. А вот причиной третьей ДТП в Самарской области в прошлом году стали плохие дороги. При этом областная госавтоинспекция заявляет в целом о снижении аварийности на магистралях. Новые подземные переходы, платные парковки, закрытие Южного моста. Юлия Черняева выясняла, чего ждать самарцам в новом году. Последствия снегопада, лужи и гололед – основные причины возросшего числа ДТП на дорогах Самары. Пока автомобилисты и пешеходы жалуются на непогоду, сотрудники ГИБДД вновь напоминают – дорога ошибок не прощает. Вот эта жижа на дороге, наледь, привели к тому, что первое число января, в общем-то, был зафиксирован серьезный рост дорог и трактов происшествий. Тем не менее, на сегодняшний день ситуация стабилизировалась. У нас зарегистрировано снижение всех основных покупателей аварийности на данный момент. Но есть опять один нюанс. У нас почти на 30% возросло количество пострадавших ДТП детей. Статистика госавтоинспекции весьма печальна. В 2014 году на территории Самарской области произошло более 4000 ДТП, в которых погибли 529 человек. Среди них 13 детей. Причем 9 детей были пассажирами. Инспекторы ГИБДД регулярно проводят всевозможные акции, чтобы еще раз напомнить водителям, как важно перевозить детей в специальных креслах, проявлять уважение на дороге к другим участникам движения и пешеходам. И такая работа будет продолжаться. Правда, как показывает практика, память у водителей коротка. Мы планируем мероприятия, которые будут направлены в первую очередь на соблюдение правил дорожного движения со стороны пешеходов, потому что, к сожалению, очень много негативных откликов, отзывов и со стороны участников дорожного движения, и со стороны средств массовой информации, блогеров, о том, что госавтоинспекция ослабила контроль по соблюдению ПДД пешеходам. Тут нельзя все сварить либо на пешехода, либо на водителя. Если человек безответственен, неважно, водитель он или пешеход. Я считаю, что со школы надо больше обучать. Бабушка, дедушка, понимаю, они выросли совсем в другом мире, где не было столько автомобилей. А с детьми нужно работать. Треть всех ДТП в области в 2014 году, по словам представителя ГИБДД, произошла из-за недовольтворительного состояния дорог. Жертвами аварии нередко становятся и люди, поспешившие перебежать дорогу в неположенном месте. Для безопасности пешеходов уже в марте планируется масштабный ремонт Московского шоссе в районе улиц Революционная, Советской армии и проспекта Кирова. Начнется строительство подземных пешеходных переходов к Чемпионату мира по футболу. Юлия Черняева, Артем Сулайманов, События. Чтобы не допустить трагедии во время крещенских праздников, официально организованных прорубей для купания в Самаре не будет. Дело в том, что из-за аномально теплой для зимы погоды лед на Волге недостаточно прочный. Желающих погрузиться в прорубь предупреждают, это опасно для жизни и здоровья. Потепление накануне крещения не оставило любителям окунуться в прорубь никаких шансов. Выходить на Волжский лед сейчас крайне опасно, предупреждают спасательные службы. Его толщина сейчас 4,5-5 сантиметров. А чтобы выдержать вес взрослого человека, нужно как минимум в два раза больше. Если люди начнут, и тем более это получится именно так, что люди начнут с коплением большим идти на лед, это приведет к несчастным случаям. Поэтому в этом году мы надеемся, что люди благоразумие окажут свое. Майны в этом году не пропиливаются, нигде не делаются. Будут стоять сотрудники полиции на подходах к нашим купелям, которые были в свое время когда-то в местах этих купелей. Будем стараться, чтобы людей не пускать туда. Береженого Бог бережет. Лучше, конечно, в данный год не рисковать своим здоровьем, здоровьем своих близких и родных, и не купаться в этом году. Понятно, что нашим призывом многие могут и не послушать наши призывы и наши рекомендации, но тем не менее, очень опасно в этом году выходить на лед. Священнослужители говорят, купание в проруби в эти дни отнюдь не таинство, а народная традиция. Омовение, вопреки некоторым поверьям, не смывает грехов, не делает человека духовно чище. Эта традиция может быть полезной для души и тела, только если совершается поверье в трезвом состоянии и желательно по благословению священника. Купание в проруби не является обязательным, его вполне можно заменить, к примеру, душем. Сам по себе праздник Богоявления или крещения Господня предполагает не в первую очередь посещение водоемов, а освящение воды непосредственно в храмах. И поэтому здесь, наверное, больше совместное дело, если у нас есть граждане, которые желают, допустим, соблюсти древнюю традицию, связанную с нашей непосредственно практикой русского народа, на Руси так было православно, ходили на Иордане, нет такой возможности. Вот митрополию поддерживает, в первую очередь, безопасность. А в этом году верующие смогут набрать святой воды из храма и умыться ей. Купаться в водоемах категорически не рекомендуется. В местах, где традиционно устраивают проруби, будут дежурить спасатели, чтобы предотвратить несчастные случаи. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Лечиться без отрыва от привычной жизни могут теперь ветераны локальных воин. Для них в областном госпитале ветеранов открылся стационар дневного пребывания. Днем пациенты будут проходить обследование, необходимые процедуры, а уже после обеда смогут возвращаться домой к привычным делам и близким людям. Родные стены, как известно, тоже лечат. Что творится в мире и какие новости дома. Быть в курсе всего и держать руку на пульсе. Виктор Талабаев привык к активному образу жизни. Работа, спорт, семья. И выбиваться из привычного ритма, чтобы лечь в больницу, мужчине совсем не хочется. А потому лечение в дневном стационаре как раз кстати. После Афгана у меня три ранения уснуло. Два осколочных, одно живое. Потом гибель сына, оно тоже сказалось. В основном это давление мучает, это головные боли. Ну это остальное, так вроде стараюсь поддерживать сам себя физически. Дневной стационар терапевтического направления работает в областном госпитале ветеранов войн только второй день. Это совершенно новое для госпиталя подразделение. Проходить лечение здесь будут те пациенты, которым не требуется круглосуточное наблюдение врача. Болезни дыхательных путей, кровеносной системы, почек, эндокринной системы и другие. После дневных процедур пациенты отправляются домой. Это не только дает возможность сэкономить при сохранении уровня медицинского обслуживания затраты на одного пациента госпиталя в сравнении с стационарным лечением. Хотя безусловно показания медиков здесь требуют и для кого-то и круглосуточное медицинское наблюдение. Но и самое главное сохраняет ту психологическую среду, в которой человек постоянно находится, что само по себе сказывается в него более благотворно. Стационар рассчитан на 20 коек. Для удобства есть холодильники, водонагреватель и телевизор. Обедать пациенты будут в госпитале. Первый, второй и компот. Как и для тех, кто находится на стационарном лечении. Сами пациенты отмечают. Здесь, как в санатории. Пациенты, которые сюда приходят, они пользуются всей базой госпиталя в целом. То есть они здесь проходят и диагностические мероприятия, лабораторные исследования, исследования функционального характера. Вы знаете, что на базе госпиталя имеется мощная база диагностическая. Это МРТ аппарат, это компьютерный томограф. На ремонт нового отделения из областного бюджета было выделено более миллиона 800 тысяч рублей. Такой формат лечения для госпиталя оказался не новым. В 2001 году здесь открылся первый в Самаре дневной стационар неврологического профиля. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Другим темам родители будущих первоклассников могут подать заявление о приеме детей в школу уже в ближайшее время. Чтобы избежать ситуации, когда одно учебное заведение переполнено, а в другом недобор, процедура зачисления будет проходить в несколько этапов. В первую очередь школа будет принимать документы от родителей ребят, проживающих на закрепленной за учебным заведением территории. Прием документов для них начнется с 26 января и продлится до 30 июня. Если в школе останутся свободные места, попасть туда смогут и желающие из других районов. Принимать заявление от этих граждан будут с 1 июля по 5 сентября. Приходить в школу лично не обязательно. Подать документ можно будет через интернет. Заполнив все поля необходимые, сведения о родителях, о детях, заполнив заявление, поставив галочку о том, что они согласны родителям на обработку персональных данных, заявление уходит в образовательное учреждение. И сразу же родители тут же получают ответный шаг системы, который говорит о том, что заявление в данное образовательное учреждение зарегистрировано и ему присвоен определенный номер. В течение трех рабочих дней после подачи заявления родитель лично должен предоставить в школу пакет документов. В течение семи дней образовательное учреждение издает приказ о зачислении. Дополнительную информацию о датах и времени приема заявлений можно будет найти на официальном сайте Минобранауки, а также на стендах в общеобразовательных учреждениях. Еще одна новость в тему. Изучать историю самарского зодчества возможно скоро будем не только по учебникам, но и по одежке. В интернете активно обсуждают неожиданную идею самарского дизайнера. Михаил Головачев предлагает использовать графику уникальных элементов русской домовой резьбы в качестве принта на одежде, который может стать сувенирной продукцией для Самары и создавать привлекательный туристический имидж города. Сообщается, что художник даже направил письмо в департамент культуры, в котором изложил суть концепции. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самары ГИС на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Росфиннадзор, Генпрокуратура, ФСБ и Центробанк совместными усилиями будут расследовать причины обвала рубля в черный вторник 16 декабря. Для начала будут направлены запросы на московскую биржу. На данный момент комиссия провела одно совещание и определила характер вопросов, на которые предстоит дать ответы в ходе расследования. Напомним, что 16 декабря Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%. В тот же день в ходе торгов на московской бирже евро пробил отметку 100 рублей, доллар 80 рублей. Параллельно депутаты требуют провести расследование действий главы Центробанка Эльвиры Набиулиной, считая действия ведомства антиконституционными. Банк России отказался помогать валютным ипотечным заемщикам. Об этом заявила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева. Она отметила, что недавно был принят закон о банкротстве физических лиц, а также, что для решения такого рода проблем есть финансовый омбудсмен. Юдаева отметила, что валютная ипотека составляет около 2% всего объема жилищных кредитов. В свою очередь, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что такой вопрос в обсуждении с Центробанком поднимался и пришли к единому мнению, что сейчас главное сделать так, чтобы людей в период кризиса не выселяли на улицу. Российский фондовый рынок открылся в четверг в зеленой зоне. Индекс ММВБ поднялся до отметки 1565 пунктов. Среди лидеров роста – Мегафон, Сбербанк, ФСКЕС и Мичел. Лидеры падения – РДР Русала, акции Северстали, Полиметал и Алроса. Повышение на российском рынке происходит на фоне позитивной динамики на азиатских площадках и рынке сырья. Сдерживающим фактором является вероятность понижения рейтинга России до мусорного уровня агентством S&P. Курс доллара на 15 января – 66 рублей 9 копеек, курс евро – 77 рублей 96 копеек. Золото стоит 2611 рублей за грамм, серебро стоит 36 рублей 13 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 47 долларов 61 цент за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, в эфире новости спорта и я Андрей Трой. Лада разгромила «Адмирал». Самарец стал лучшим раперистом новогоднего турнира в Казани. Новый полузащитник прибыл на сборы «Крыльев Советов». Тольяттинская «Лада» на своем поле обыграла команду «Адмирал» со счетом 2-1. По традиции игр между командами «Тольяттинцы» получили в свои ворота первую шайбу. Случилось это на восьмой минуте после броска Александра Горшкова. «Лада» отыгралась лишь в начале второго периода. Антон Шенфельд удачно атаковал ворота «Адмирала» и сравнял счет. Остальное время обе команды играли в оборону, опасаясь пропустить гол. Однако на 52-й минуте Юрий Петров контратаковал и в итоге принес победу «Ладе» со счетом 2-1. После этого матча в активе «Лады» 50 очков. В Казани завершился всероссийский новогодний турнир по фехтованию. В соревнованиях участвовало около 600 спортсменов 1998-2001 годов рождения из различных регионов страны. Среди раперистов победу одержал самарец Кирилл Бородачев. В юношеском турнире раперистов за медали боролись 90 фехтовальщиков. Кирилл уверенно дошел до финала, где обыграл представителя Московской области Григория Семенюка со счетом 15-10. Полузащитник Екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Игорь Ломбарский прибыл в расположение «Крыльев Советов». Сейчас команда находится на сборах в Арабских Эмиратах. 22-летний футболист выступал ранее за сборную России Ю-21 в отборочном цикле к чемпионату Европы 2014 года. В этом сезоне Ломбарский провел 11 матчей за молодежную команду «Шмели», забив один гол. Ранее он играл за «Енисей» и «Краснодар». В премьер-лиге на счету футболиста 18 матчей и один гол. Это были все новости спорта на сегодня. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова